Я черпаю вдохновение с книжек, кинофильмов, сообщения с дочкой, потому что она подрастает, задает очень много вопросов, и эти вопросы часто ставят меня в тупик, я нахожу ответы, пытаюсь ей объяснить, и сама заново что-то понимаю в взаимоотношениях, в людях. И вообще я такой постоянный ученик по жизни, учусь, учусь, и каждый день это абсолютно новая страница и новая возможность стать немножечко умнее. Я не верю, что у каждого человека свое призвание, потому что, смотрев музыку, посмотрев мультик «Душа», я еще раз убедилась, что у каждого должна быть своя искра, свой огонек, и кому-то повезло, он в детстве его находит и чувствует, что вот я буду тем, тем, тем. Кто-то его ищет, этот огонек, свое предназначение, но рано или поздно каждый его находит. И, конечно, очень печально, когда есть и, конечно, такие случаи, что человек не находит, не понимает, в чем его предназначение, но никогда не нужно сдаваться, нужно все равно пробовать, искать. И, конечно, никто, понимаете, кто достиг успеха, не может утверждать, что он не ошибался, что он не терпел неудачу. Поэтому неудача – это как раз признак того, что ты что-то делаешь, стремишься, и ты уже ближе к успеху, чем кто-либо. Останавливаю силы после тяжелого дня, набираю себе классную горячую ванну с пеной, нажигаю свечи и медитирую. Это прекрасное предложение, кстати, в качестве рекламы «Медитопия», которое действительно помогает быстро прийти в форму, то есть морально тебя как-то вдохновляет, напитывает, и ты чувствуешь, что все хорошо, все разворачивается так, как должно быть. То есть приходит спокойствие, гармония и ощущение, что что бы ни случилось в этой жизни, все будет хорошо. Я думаю, что истинная красота кроется внутри, а не снаружи. Хотя никто не отменял снаружи красоту, потому что картинка должна быть, следить надо за собой, по крайней мере быть ухоженной, с маникюром, хорошо причесанной, аккуратно накрашенной и опрятной в целом. Но для меня все-таки истинный критерий красоты, истинная красота раскрывается изнутри человека. И пообщавшись с человеком, только тогда у тебя есть представление, красив он или не очень красив.